Сразу видно, народ пьющий. Наконец-то не прошло и 4 дней нашего отпуска. То есть нет такого, что ты в халате и в тапочках ушел на пляж. Вот так обустроились. Такой здесь красивый песочек. На память. Катает по заливам. Ты был классным. Отель нам действительно очень понравился. На метро едем по зеленой ветке до аэропортовской ветки. И ехать нам 40 с небольшим минутом. Для того, чтобы добраться до аэропорта по фиолетовой ветке, транспортная карта вам не поможет. Валяться бы на пляже, но нам надо ехать дома. Но зато возле окошка вместе. Вот отсюда и вот туда. Удивительно, что в аэропорту в 7-11 цены тут точно такие же, как в городе. Всем привет! Сегодня 12 мая. Это финальный день в Пусане у нас. Сейчас время 7 утра. Мы уже собрали вещи. Все запаковали. Там пасметику, соджик, все, что купили. В общем, все собрали. Мы теперь готовы. Сейчас поставимся на завтрак. И после завтрака пойдем гулять на наш пляж. Все оставшееся время проведем на пляже. Прогуляемся, посмотрим. Ну, а что еще делать? Вот такие планы. Пойдем на завтрак. Встретимся с вами уже на пляже. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы делимся самым полезным и интересным из путешествий в режиме онлайн. Мы позавтракали уже. И идем на пляж гулять. Зайдем в 7-11. Все-таки попробуем. Может быть, здесь нам пополнят карты проездные на тысячу. Потому что у нас там какие-то копеечки оставались, чтобы не покупать билеты. Не заморачиваться этим. Грустно всегда, когда путешествия заканчиваются. Последние часы это самое-самое грустное. Уже когда в аэропорту улетаешь, это уже как-то это... Когда, Настя? Когда у тебя вот последние часы здесь, это немножко грустно. Я думаю, что Фусан идеален просто в июле или в сентябре. В августе здесь совсем пик. Здесь очень много людей. А вот в сентябре, я думаю, уже людей поменьше. Потому что июль-август здесь самый горящий сезон. Гостиницы дорогие. Мы с вами заходим в 7-11. Ну, нет, ребята, не смогли нам пополнить эти карты. Мы их покупали в Сеуле, в аэропорту. И специально спрашивали, будут ли они работать в Фусане. Нас уверили, что да. Они здесь работают, да. Но их невозможно пополнить. Вот в чем беда. Хотя, ну, в комментариях пишут люди, что пополняли в 7-11. Но это у нас уже не первый 7-11, где мы пытаемся это сделать. Есть еще Емарт. На самой карте написано, что можно там пополнить. Если по дороге увидим Емарт, то попробуем. Вот. Фусан спит. Вчера у них была веселая ночь. По Арбату гуляли. Веселые ребята, молодежь. Суббота, вечер, отдыхают все. Вот. И сейчас все отсыпаются. Кстати, в Фусане очень много котиков. Очень много котиков. Я не знаю, мы их, наверное, штук 10 уже встретили. Даже больше. Они все такие упитанные. Счастливые. Незаморенные. Видим впереди Емарт. Пойдем еще попробуем там пополнить эти карты. Отель на первой линии. Шиластей. Хотя здесь фактически нет первой линии. Это как в Ничанге. Чтобы попасть на пляж, нужно переходить дорогу. Только в самом конце пляжа стоит Вестин. Вот у них действительно первая линия. Вышел и ты на пляже сразу. Какой выбор вина, смотрите. Ух. На входе сразу. Сколько. Сразу видно народ пьющий. Что должно стоять на входе? Буклишко. Маленькое венцо. У нас получилось. Наконец-то не прошло и четырех дней нашего отпуска. Как нам пополнили карты. Вот, ребята, знаете. Будут у вас проблемы с картами. С Сеула, например, если у вас карты. Емарт 24. Там их пополняют. Мы взяли с собой на пляж венцо. Рисовое. Оно очень легкое. Там 4 градуса. Венцом-то назвать сложно. Но больше похоже на березовый сок по вкусу. Такое, немножко газированное. На пляже, я думаю, сейчас вообще никого. Наверное. Вот впереди... Я вам сейчас камеру поверну. Впереди отели первой линии. Они очень небюджетные. Стоимость номера, например, вот в Шиле. Вот в этой. От 120 долларов. Ну, тоже, видите, как я вам говорила, это не совсем первая линия. То есть, нет такого, что ты в халате и в тапочках вышел на пляж. Надо переходить дорогу. На самом деле, посмотрите, есть люди на пляже. Уже отдыхают вовсю. Вот отель стоит в Эстин. Он на первой линии. Действительно, на первой. И, может быть, вот в том конце тоже отеля с пляжем. Я не уверена, мы туда не доходили. Вот это наши друзья из Поднебесной. Их сразу слышно. Потому что корейцы себя так никогда не ведут. Ни корейцы, ни японцы. Эти заявляют о себе сразу громко, чтобы все услышали. Вот так обустроились и будем сидеть, любоваться морем. Такой здесь красивый песочек. Не совсем прям белый-белый, но и не серый. И смесь немножко желтого и белого песка. Будем ебать в море к овечке. Загадаем желание, чтобы сюда вернуться. Здесь такая традиция. Овечки здесь останутся и будут нас дожидаться. Так что мы устраиваем. Ты насобирал рок-пишек. Домой на память. С этой пристани отходят прогулочные продера. Вот стоит белый из красных. Катает по заливу. Стоимость 22 тысячи на человека. Также здесь рыбные ресторанчики. Субтитры сделал DimaTorzok. Но я не помню. все до свидания наш отель ты был классным отель нам действительно очень понравился несмотря на то что он бюджетный номера достойные все современное чистая косметика очень классно даже есть тоник для лицевые если пропустили смотрите первой серии мы делали обзор на номер вот всегда остается в водном доступе вареный кофе кофе-машине соки водичка что еще нужно номер достаточно просторная вода горячая удобная кровать халаты вообще классные в общем мы остались довольны рекомендуем вам отель луис находится в трех минутах ходьбы от станции метро и он д и в пяти минутах ходьбы от пляжа ну а мы сейчас двигаемся на метро едем по зеленой ветке до аэропортовской ветки так как мы карточки пополнили нам билеты покупать не нужно просто по карточкам уже спокойно пройдем хочется уже да и добраться до аэропорта зарегистрироваться и прогуляться по 9 фри жалко прощаться с пусаном нам он очень понравился постараемся вернуться мы добрались до аэропорта что я в синей не знаю не видно меня видно нет быстро доехали где-то наверное суммарно со всеми переходами со станции станцию за него времени минут 50 я вам напоминаю что для того чтобы добраться до аэропорта по фиолетовой ветке транспортная карта вам не поможет вам нужно будет покупать отдельный билетик жетончик такой он стоит 1400 вон и он принимает только мелкие деньги я вам говорила рассказывали вам в первом выпуске как мы приехали у нас были крупные купюры мы искали где их разменять карты не принимает поэтому готовьте мелкие деньги оставляйте на обратный проезд тоже чтобы у вас было если вас двое вам хватит 3000 1400 1400 вот линия метро подходит не совсем прям к аэропорту нужно немножко вот пройти через дорогу аэропорт небольшой надеемся что там duty free будет все-таки он международный хорошая погода валяться бы на пляже но нам надо ехать дома времени сейчас 12 часов уже должна открыться регистрация пойдем зарегистрируемся на рейс на наш и увидимся с вами в зоне вылета все ребят мы в аэропорту зарегистрировались довольно быстро еще очереди нет наши посадочные 22 ряд у нас в конце но зато возле окошка вместе сдали нашу сумку идем сейчас на улицу проветримся и вдохнем кусанский воздух и потом уже пойдем наверх в duty free вот так а здесь зона вылета наверху есть кафе знаете аэропорт небольшой но получше чем у нас потому что разделенные зоны вылета на втором этаже а прилета на первом прошли мы досмотры все небольшой здесь совсем duty free вот отсюда и вот туда пойдем гулять сейчас по магазинам в общем duty free здесь никакой очень маленький выбора нет корейской косметики нет ничего мы не купили на оставшиеся деньги взяли чай пиво и бутербродики перекусить в 7-eleven удивительно что в аэропорту в 7-eleven цены тут точно такие же как в городе вот у нас бы так же было вообще было бы здорово перекусим сейчас и пойдем уже на посадку мы перекусили было недорого и через 15 минут у нас уже начинается посадку наше путешествие подошло концу это было незабываемо нам очень понравилось четыре дня мало конечно для хусяна это очень мало хочется вернуться сюда летом в августе летом в июле чтобы устроить полноценный пляжный отдых если пропустили предыдущую серию обязательно посмотрите мы были на маяке на телевышке много красивых мест посетили если вас остались вопросы обязательно пишите комментарии не забывайте ставить свои пальчики вверх подписываться на наш канал потому что впереди у нас еще очень много интересного спасибо что смотрели нас мы побежали пока и и и